с добрым утром 1 июня день защиты детей если я не ошибаюсь я сегодня как этот самый волосы дыбом не знаю то ли они электризуются то ли чем проходила как одуванчик вот такой как-то это под шерсток и колом я уже и при водичкой и водичкой и зализывала и не ну короче как этот как одуванчик вот так вот дыбом стоят может потому что гроза граммых а я хотел заехать сегодня в этот самый давай убегай убегай зая убегай хотела заехать искупаться тут что хромахает непонятно утка небо у нас такое странное что-то молния ну дождик слабенький мой мой нет качки дочек слабенький ну так хромаха как говорится как это говорилось раньше замах на рубль а удар на копейку но не знаем что конечно она еще раз это сумкает вот в общем не поеду я купаться хотя очень сильно хотелось хотя мне там вода в этих бадьях в бадьях просто нет я туда ножки так и очень надо купить какой-нибудь этот бассейн хотя бы детский чтоб так лег не повода вылилась как у этого еврипида и у пифагора и полежал на куплю за следующий зарплат с отпускных бассейн хотя бы в длину хватило надо метр семьдесят взять чтоб с прической влез скотами был купаться минут двадцать прошло но все гримы тихо рамы тя дождик такой пшивенький я решила себя побаловать мороженец давно такое вот такое мороженое оно пломбир внутри такие две палочки или две струи или я не знаю как что хотите две ноздри с черной смородиной а ля варенье сверху все уши клади давно я не ела мороженец заехала в купон кстати позади меня а в субботу кстати в норвегии это день вкушения всяких вкусностей потому что как бы раньше разрешалось только по субботам сладкое конфеты сейчас тоже народ очень многие придерживаются момента что только по суббота ну так как мы как говорится все взрослые а сегодня суббота внутренности очень вкусно мороженое а смотрится таким хлипеньким теленьким очень острый вкус думала только я криво паркуюсь оказывается не только я под углом сад надеюсь мне не въедут вот там вот тут мороженца такая мона на фоне физианами свои очень вкусно вот и в субботе и в норвегии по субботам значит вот как раз такой сладкий день когда разрешается вкусности есть сладкие детям взрослым ну кто воскресенье прибегает и говорит вчера забыл вкусняшки купить их уже лучше ранее воскресенье чем не вкусняшки бежит без вкусняшек хорошо так как посидеть а целый день единственное место где посидеть можно было туалет это не сильно посидеть потому что кто-то все время заходит к нам еще не повезло с мальчиком мальчик вот есть люди которые ловят на лету а есть те которых утишь и резать лук и помидоры учишь учишь они как клали попки в бехолвер в емкость так и кладут а нам попки от помидоров не надо и крышечка от помидоров тоже не надо она соскальзывает с бургера ну как лодочка она не поехала поэтому нужно такой ровненько красивенько отрезанный кусочек помидоров не сверху вниз а именно вот таким горизонтальным по мере возрастания вот и вот дела как объясняю объясняю когда я знаю только начинаю объяснять ну потому что вот потому норвежская молодежь требует того чтобы обучать как резать томаты как резать лук как резать лук кольцами или просто нашинковать не только должен показать почему ты должен так делать а ты должен еще объяснить аргументировать почему ты так должен делать почему нужно салат мыть не просто потому что надо его там всякие эти самые какие-то базилюзки бациллы или прочее насекомое как-то пылюку оттуда вымыть а еще нужно для того чтобы он был сочный хрустящий а вы приходите на работу а там значит на же так салат растет вот тут земля и салатик так раз и на уровне земли растет вот тут попка вы не знали нет вот тут попка а уже под землей корешочек идет и вот в корешочек он через корешочек пьет в основную массу ну часть конечно там на листике попадает там тоже ему приятно салату если вы не знали но и ты вот когда большую такую емкость салат складываешь таким образом чтобы нижняя часть листика стояла немножечко в воде а большая разлапистая часть стояла повыше ну правильно тогда водичка снизу подходит к листику листик стоит и пьет водичку не знали нет ну да вот и вот так вот когда вот их так вот ты вот ножка внизу а листик сверху ножка внизу и вот так подставишь их один к одному один к одному он потом так раз щипчиками так вытащил один криспи такой сочный хрустящий такой кладешь на бургер там значит сверху бургер там то это самый все это зеленуха огурцы помидоры и этот салат вот так вот надкусываешь и он хрустит ты его зубками чавк 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 и вот ты слышишь какой сочный этот салат сочный хрустящий он наполненный жаждой жизни приходишь на следующий день на работу салат вот так вот лежит параллельно тот который еще как-то дотягивался до воды он еще куты и туда и сюда и тут хорошо этот сам а те которые вот сверху вот этими слоями лежат надо как тряпочки вот сухие сложить вот так вот и смотришь на этот салат и думаешь а вот ну тогда уже все это наберешь эту болью вместе с этим салатом заливаешь холодной водой так как-то немножко как бы промываешь их потом ставишь уже ножкой ножками вниз а головкой к верху а некоторые не знаю да представьте себе и ты должен мало того чтобы показать еще должен объяснить почему вот это должно быть вниз вот это должно быть вверх и так приятно когда приходит человек лук и томат конечно взрослый человек не 18 лет хотя между нами девочками у нас же есть девочки которые приходят еще 16 лет там это самое 15 вот это дополнительная помощь вот сразу что сделать порежешь лук да как порезать вот так и так хорошо да к одним глазом туда вкусишься правильно 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 так хорошо будет автоматик за ними как порезать вот так вот так так или или просто смотрит это на предыдущий порезанный томат и понимает как его надо резать такие тоже есть но таких в общем-то по пальцам моих двух рук за 10 лет работы я так вот я так так сожалею что мы потеряли столько хороших работников я вам просто передать не могу какие девочки были прям вот ты не успел даже мысль додумать а она уже несет то что надо ты не успел вот положить этот нож а она уже подхватила и дорубливая то что нужно ты не успел еще это самое сказать она уже несет эти скуфетки на место и таких таких много было но многие из них вот ушли по ну по некой по некой причине которые и я очень сожалею что мы потеряли столько шикарных работ это вот прям вот я очень их я вот я им всегда говорила девочки для меня это большая честь работать с вами это я просто у меня нет слов мне очень приятно работать с вами сейчас вытришь как режут лук и плачешь я тушу лук режешь а то как этот лук режет поехали домой спать пожаловалась но все-таки есть люди которые умеют лук резать и помидоры и все остальное делать и это вот просто вот замечательно и понимает почему вот ты делаешь это вот так они вот так то есть ты начинаешь объяснять эти бегать да ну это же вот так то есть такие люди есть слава тебе яйца так я вообще-то хотела бы вы поехать что-то период собралась слава богу наконец-то пришли люди которые умеют это делать это же это же просто вот гениально я иногда вот думаю я вот всегда вспоминаю девочку которую там ее муж нельзя это говорить ну короче это сто лет тому было я имен не называю кто вспомнит тут вспомнит а кто не вспомнит и не надо вот человек вот попросила мама и и чтобы она работала с нами там все это самое но вот есть люди которые действительно на своем месте а есть люди которые ну как бы нейтральными скажешь сделает и нормально сделает кстати это сам а есть такие которые вот через через нашу любимую же потом буква у потом буква т потом через вот это вот как раз вот я иногда ну то есть я как-то задаюсь вопросами интересно как то как ты вообще живешь кто за тебя это делает а ты вообще это делаешь а ты маме как-то что-то помогаешь или или ты вообще умеешь держать нож в руках но это было то есть ну к примеру у нас две печи есть одна мы делаем жарим бургеры ну скажем так но она как бы грязная то есть грязная в плане того что жир летит стенки там все это самое вторая печка мы разогреваем ну там может какая-то капля жира в сутки упадет а все остальное достаточно как бы прилично вот там где бургер значит ну там сыр кладешь когда растаял он значит он то это много жира выделяется и бекон много жира выделяет если жаришь три два три бургера достаточно много жира выделяется и значит но один там вторую рядышком другой стоит и вот так вот и вот так вот когда летом народу много все один дамбургер 2 там соседней соседней печки еще что-то там жарится париться как это сказать готовится подгорает хотел подгорает в плане этой девочки то там это подгорало я еще никак не могла понять то есть народу много все эти печи они работают по звонку ну то есть там поставил программу на две минуты да и когда печка отработала эту программу она тебе дает значит звуковой сигнал что мог пип я тут все готово забирай вот и мы а у нас значит принцип такой если ты поставил что-то этот самый но вдруг мало ли что случилось ты куда-то ушел ты пошел кому-то другому помогать и тот ближайший человек к печке как только он освобождается он значит открывает печку доделывает там достает допустим какой-то кальзоны кладет в пакетик и отдает покупатель то есть принцип такой если пикает значит надо подойти к печке как у она может попикать какое-то время потому что ну народу много ты не успеваешь какое-то свое пока это мороженое 10 морожен отделал вернее сделала побежал значит к этой печки девочка делала так видно ее это пиканье очень сильно раздражал и когда мало народу то это как бы ну оно не сильно и заметно вспомнил подошел не вспомнил сгорело нахрен последний момент когда честно я уже настолько было очень много людей и бургер и все это все это жарится все это париться все это жара тут пикает там пикает там там от пипикала там тот от пипикала и вдруг а народу много и ты вот хватаешься водкаешься чтобы успеть вот допустим вот вафля до 2 с половиной минуты она готовится 2 с половиной минуты это очень много за эту вафлю которая она готовится 2 с половиной минуты можно сделать маленький бургер можно сделать там допустим 22 этих самых комп фри помфри это картофель фри можно сосисок 5-10 положить в хлеб и отдать этому самому можно сделать это все 2,5 минуты можно выскочить на улицу взять какие-то ведра, занести, поменять воду и выставить за 2,5 минуты можно добежать в наш лагерь склад склад, холодильник можно добежать туда, взять какие-то если закончились сосиски или боргеры или схватить порезанный какой-нибудь там томат то есть за 2,5 минуты происходит очень много и ты как бы успеваешь это все но когда ты стоишь возле кассы работаешь с этими сосисками то есть это 10 ты слышишь пикает значит ты должен подойти забрать какую-то еду которая стоит в печке на разогреве или еще что-то и вот оно пикало-пикало и перестало пикать все ты автоматически отрубаешься от этой задачи то есть вот у тебя 10 задач если оно уже не пикает значит эта задача сделана правильно же а я вот я очень долго объясняю ну вот кстати девочка делала так только начинала пикать одна одна печка она подходила ее открывала закрывала печка затыкалась начинала пикать другая печка она ее открывала закрывала а продукт в ней продолжали находиться но когда работает программа там интенсивный нагрев идет чтобы быстрее все она прожарилась там то все 5-10 а когда уже закрываешь печку температура еще достаточно большая но уже не такая интенсивность оно как бы поддерживает тот средний потенциал который должен быть в печи на начало готовки но если ты занят и если ты слышишь что печка уже не пикает значит твоя коллега подошла и забрала из этой печки продукцию доделала положила там в пакет к примеру и отдала посетителю народу настолько много что ты не успеваешь даже глаза поднимать на на клиента а потому что голова начинает кружиться ты ему вот говоришь вот то-то-то-то-то он тебе говорит то-то-то-то то есть ты сверяешься с тем что он говорит или он тебя подтверждает да-да-да-да-да правильно-правильно-правильно неправильно там вот это то если ты слышишь что уже не пикает значит ты успокоился берешь следующий заказ подходишь к печке открываешь что положить новый знак а там лежит какой-нибудь заскорозлый гамбургер виде какой-нибудь засохшей кожаной обувки один раз вторую потом несколько потом в конечном итоге я не выдержала если ты дотронешься до этого до этой печки и не вытащишь продукцию не доделаешь до конца не подходи к ней она пусть хоть а был обсвеститься есть возможность вытащила доделала отдала клиенту нету пусть хоть сиреной орет на всю ивановскую не подходи к ней она подойдет откроет закроет откроет закроет а мы тут мы же делаем что-то другое а где мой бургер где мой бургер нет бургера открываешь это вот такой черный этот черный ура дымом вьет так вот открываешь это вот это дымовуха как и змей горыныч изо рта такая и у дракона загорела китицкой норвежской мать вот так вот я приехала зачем чё сижу а